Доброго времени суток, друзья! Сегодня с вами, по вашим многочисленным просьбам, мы разберем упражнение «Жим ногами». Поговорим об особенностях этого упражнения, об ошибках, о том, как избежать травм, как правильно работать, чтобы получать максимально эффективную отдачу от данного упражнения, о технике, о погрешностях техники, о том, какие бывают тренажеры и как в них работать. Многие думают, что «Жим ногами» безопаснее, чем приседания. Это миф. Опасна неправильная техника, безграмотное питание, но не как само движение. Практически все движения, которые мы с вами выполняем в тренажерном зале, при грамотной, правильной технике, не наносят никакого вреда нашему организму, позвоночнику, а наоборот, укрепляют, защищают его. Все, повторюсь, зависит от техники, от того, насколько вы дружите с вашей головой, потому что бодибилдинг, культуризм – это занятие для головы. Многие думают, что это бездумное поднимание и опускание железок, но это неправильно. Мы, тренирующиеся в тренажерном зале, работаем головой, потому что только полная концентрация может дать такую же отдачу. Именно по этой причине большинство из вас, приходя в тренажерные залы, отзанимавшись месяц, уже бросают это занятие. По простой причине, что думают, что накачаться можно за день-два, месяц, есть и такие. Сейчас мы с вами видим, какие существуют тренажеры. Бывают грузоблочные тренажеры, то есть, которые не нужно нагружать дополнительно дисками, в них уже встроенные веса. Но это не столь полезные, скажем так, в плане отдачи тренажеры. Вот такой тренажер под углом 45 градусов гораздо более эффективен. Вы можете выбрать вес самостоятельно, какой вам нужен, и само движение более удобное. Работа в тренажерах именно подобного типа хороша для тех, у кого есть варикозное расширение вен. Также можно выполнять приседания, у кого есть варикозное расширение вен. Для этого обязательно нужно поделать жимы ногами и полежать после тренировки минут 10 сверх поднятыми ногами, чтобы кровь отошла от ног. Но ни в коем случае нельзя забрасывать тренировки совсем, что советуют нам с вами врачи. Никого не слушайте, продолжайте тренироваться, будете здоровыми и красивыми. Работая вот в таком тренажере и ставя ноги повыше, девочки могут сосредоточиться именно на бицепсах бедер и ягодичных мышцах. Это хорошо как добавочное добивающее упражнение на количество раз, на большое количество повторений. Раз на 30. Я люблю использовать данный тренажер, когда тренирую свои икроножные мышцы, голень. В этих тренажерах можно очень удобно сосредоточиться, сконцентрироваться, медленно отжимать от себя, медленно опускать, работать как раз таки головой, сконцентрировавшись полностью на ощущении работающих мышц. Что, повторюсь, в бодибилдинге является очень и очень важным и определяющим результат. Можно работать в тренажерах, в любых тренажерах сжима ногами, как двумя ногами одновременно, так и одной ногой. Работая одной ногой в тренажере сжим ногами, вы можете более сконцентрироваться на работе. Это больше подходит даже девчонкам, потому что они плохо чувствуют свои ягодичные мышцы. Работая одной ногой легче прочувствовать, и не было еще ни одного у меня ученика, кто бы не почувствовал работу ягодичной мышцы, работая одной ногой. Если ваш тренажер позволяет вам смещаться в сторону, то есть неработающую ногу поставить на пол рядом с тренажером, а половина ягодичной мышцы неработающей ноги как бы свисает в воздухе, вам повезло, вы сможете еще более качественно проработать свои ягодичные мышцы. Поговорим о технике. Что самое главное и безопасное в работе с тренажером? Сейчас мы видим один из вариантов выполнения жима ногами, который я не советую, который самый опасный для проработки мышц, но опасен он именно для поясницы. Раньше, как вы знаете, у старой школы в основном были только такие тренажеры для жима ногами, и такой тренажер быстрее приведет вас к протрузии и межпозвоночной грыжи, нежели классические современные тренажеры, потому что здесь очень сложно чувствовать технику, и нужно обладать очень хорошим опытом и ощущением мозг-мышц, знать эту технику. В таком же тренажере вы можете подстроить под себя любой угол наклона, как платформы, так и сидения. Прижиматься нужно полностью ягодичными мышцами и поясницей к седоку, к лежаку. Лопатки также должны быть прижаты на протяжении всего движения. Желательно и голову опускать тоже на лежак. Обращайте внимание на то, что ваши поясницы и ягодичные мышцы не должны отрываться. Насколько глубоко нужно опускать, прижимать колени к груди? Глубоко, но ровно настолько, насколько позволяет вам ваша поясница, чтобы не оторваться от лежака. Ровно настолько и опускайте. Что касается коленных суставов, никогда не распрямляйте их полностью. А сейчас поговорим о том, как смещается нагрузка на мышцы, когда мы меняем положение стоп на тренажере. Вот в таком положении, когда ноги широко, больше работают внутренние части бедер. Когда ноги узко, больше работают внешние части бедер. Все очень просто. Чем выше ноги на платформе, тем больше работают ягодичные мышцы и бицепсы бедер. А чем ниже стопы на платформе, тем больше работают квадрицепсы, передняя часть бедра. Обращайте на это особое внимание. И в зависимости от того, какие мышцы вы хотите проработать, меняйте положение стоп. Девчонкам нужно ставить ноги пошире и, естественно, повыше, чтобы бить в бицепсы бедер и ягодицы. Вы знаете, что бицепсы бедер у вас, девчонки, в два раза меньше и слабее, чем квадрицепс. Это опасно как для коленных суставов, так и для тех, кто выступает на соревнованиях. Бицепс бедра должен быть такого же размера, как и квадрицепс. На что еще обращаю внимание? Вес тренажера нужно отжимать, платформу нужно сжать, давить пятками. Носочки могут быть даже свободными. Ни в коем случае, как бы вы ни ставили положение стоп на платформе, никогда не давите носками. Пятки всегда принимают на себя основную нагрузку. Если, конечно, вы хотите, чтобы ваши коленки были здоровыми. Посмотрите, как я это делаю. Я хочу проработать квадрицепсы больше, чем ягодицы и бицепсы бедер, поэтому опускаю ноги как можно ниже на платформе. Как бы я не опускал ноги, я давлю вес пятками. Носки у меня свободны. Я стараюсь давить вес пятками. На усилие, то есть на подъем-выдох, опуская, мы вдыхаем. Либо задерживаем дыхание. Кому как удобней. Но усилие всегда на выдохе. Поэтому вы можете, сейчас обладая информацией, полностью контролировать движение. Полностью смещать нагрузку, куда вам нужно. Направлять ее, либо на бицепсы бедер и ягодичные мышцы, либо больше смещать на квадрицепсы. Направлять ее на внутренние части ваших ног или на внешние. Но не забывайте, что приседания гораздо эффективнее и лучше любых жимов. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!